Медицину утверждает попало от собственной лени, потому что Мединститут был ближайший к ее дому вузом. Потом готовилась стать хирургом, но в ординатуре опытный доктор благословил ее именно на анестезиологию, за что она ему пожизненно благодарна. Люди нашей специальности сейчас вообще востребованы. Она всегда была востребована. Она может быть закулисная, но тем не менее нужна везде. Больной обычно же мало знает об анестезиологе. Он чаще всего знает о хирурге. Хирург – это всегда врач от Бога. Да, а то, что может быть такая ситуация, что операция была обычной, но наркоз был не такой больной, как бы исходно тяжеленный может быть, и осложнений возникнуть, об этом не знает никто. При всей закулисности ее профессии, говорит Ольга Геннадьевна, нормальный хирург всегда знает цену хорошему анестезиологу, как, впрочем, и наоборот. Как завотделением она может позволить себе, конечно, и не ходить в операционную, но для нее это нонсенс. Она же должна всегда держать, что называется, руку на пульсе. А еще только несведущий может считать отделение реанимации самым грустным в больнице. Это ложное убеждение, говорит заведующая Еремеева. Ее отделение самое позитивное, потому что именно здесь вытаскивает людей порой с того света. Терапия критических состояний требует, во-первых, ну, 7-минутной реакции, во-вторых, если ты не будешь позитивен, то вряд ли ты сможешь работать в этой специальности. То есть все равно человек должен, ну, у нас, допустим, много, большое отделение. И, в общем, если мы не будем друг друга поддерживать, как-то улыбаться, то, я думаю, тяжелые, больные, разные сложные ситуации, тут не сможешь работать. Давно уже, говорит врач, в высшей категории Еремеева, рак – это не приговор. Очень важна, конечно, ранняя диагностика, хотя и смертельные случаи и бывают. И тогда порой, чего уж греха таить, опускаются руки. Но для врача совсем раскисать – это, конечно, непрофессионально. То, что будут стараться – это 100%. Вот, ну, тут уж, всяко бывает. Так, если думать, что все уже предрешено, да, на небесах, то тогда вообще можно опустить руки и не делать ничего, да. И я думаю, ну, вот в нашем отделении, по крайней мере, мы боремся вот вообще до конца. То есть до конца больной получает всю терапию, все, 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 что может. Нет, это уже божье дело, да, забрать эту жизнь или нет. Наше дело врачебное – ее поддерживать до последнего момента, который мы можем поддержать. Не иначе, как злой насмешкой судьбы, можно считать тот факт, что наши лучшие красноярские врачи-онкологи, Альберт Крыжановский, чье имя носит теперь онкоцентр, Гамлета Рутюнян, Сергей Селин ушли от рака – той болячки, от которой успешно спасли тысячи пациентов. Очень много людей в этом городе до сих пор обязаны и благодарна Сергею Селину, хирургу воистину золотыми руками. Для Ольги Геннадьевны он был не просто коллегой, но и настоящим другом. Он боролся за каждого пациента. Я даже чуть не плачу про него, вспоминаю. Сейчас успокоюсь. То есть ему было все равно, кто. Министр ли последний, или уборщица, дворник. Он мне всегда позовет меня, говорит, ну чего, Оля, будем делать? Я ему говорю, Сереж, ну, не знаю, ты понимаешь, это же гражданин России. Я говорю, ну, раз Сережа гражданин России, будем оперировать. И так вот я иногда с хирургами, я говорю, они меня позовут, ну что будем делать? Я говорю, ребята, ну ты же гражданин России, давайте бороться. Врач Еремеева говорит, лучшее лекарство от профессионального выгорания, да и вообще от любых проблем, это искусство. Она сама заядлая театралка, постоянно посетительница филармонии, давно дружит с нашими мэтрами Михаилом Бенюмовым и Ларисой Маркасьян. На классическую музыку, что называется, подсадила давно и все свое отделение. Немного жалеет, что сама в свое время не получила музыкального образования. Боженька же он посылал нам какие-то лодочки, как в втором анекдоте, но если ты сам не воспользовался, ты сам же как бы виноват. Конечно, меня хотели учить музыке, но я что-то тогда уперлась, как бычок мелкий. А потом уже время прошло, вроде мне хотелось бы уже начать, но как-то поздновато было. Как нам еще в свое время Чеков говорил, специалист подобен флюсу, да? То есть все равно надо быть разносторонним, как-то невозможно на одной медицине или на одной больнице зацикливаться. У Ольги Еремеевой нет детей, но она категорически против формулировки, что всю жизнь свою отдала только работе. Это неправда. Да, она отдает работе свои знания, таланты, где-то и здоровье, но взамен получает достойную оплату и несказанное удовольствие от того, что человека удается спасти. Так что, считает врач Еремеева, с медициной у нее вполне себе паритетное начало. Наталья Кечина, Константин Шадченев, Новости ТВК.